Интересно, насколько рынок учитывает предварительные покупки и продажи, которые осуществляются большим количеством сделок. Мы уже говорили про предварительные покупки здесь и когда цена вернулась в эту область. Затем, после этого возврата, произошли также предварительные покупки очень сильные по количественной дельте. Можно здесь увидеть. 285 сделок на покупку прошло больше, чем на продажу вот этой свечи. Достаточно странное место. Возможно, кто-то заходил на продолжение. Но затем произошло движение вниз и образование HFT объема. Вот это кульминация. То есть, вот эти участники, которые здесь зашли, они могли здесь отстопиться. Но не обязательно это так. Рынок, он всегда в поиске ценового баланса. Когда я говорю, что в этой точке произошел набор позиций, а в этой точке произошла разгрузка, то это не обязательно, что вынесли именно вот этих участников. Возможно, это покупатели, которые были в других местах. Возможно, здесь, которые приобрели здесь после образования пин-бара. Но суть заключается в том, что, когда многие собираются на одной стороне рынка, он не может, в принципе, вернуться в баланс, пока не произойдет выход некоторых участников. И тогда только он может прийти обратно в равновесное состояние. То есть, рынок всегда в поиске равновесия. Вот эта точка входа, она очень хороша чем? Тем, что здесь мы знаем, что есть предварительные покупки. То есть, эта зона выступает магнитом для цены. Здесь очень сильный набор позиций маркет-ордерами. И при этом образовался HFT-объем. Кто знает, это по четвертой стратегии идет. Затем рынок консолидируется. Выносит тех участников, которые менее терпливы в этой области. И идет импульс, в принципе, к целевому уровню. Вот здесь также была контратака очень сильная. После чего образовался HFT-объем. И еще и возле уровня. Тоже очень большая вероятность коррекции, естественно. HFT-останавливающий. То, что пройдут этот уровень, маловероятно в такой ситуации. Цена закрепляется ниже уровня дельты и ниже уровней объема. Тут два уровня объема. Апрель 21-октябрь 2020 года. Но суть в том, что вот такая контратака часто приводит к локальной коррекции. И сейчас, в принципе, цена может спокойно находиться в зоне баланса. Уже колебаться в этом диапазоне и искать ликвидность. Потому что рынок всегда находится в поисках ликвидности. Но работать нужно тогда, когда возникает выплеск энергии. Это дает понимание, где можно установить стоп и определить, куда может цена притянется магнитом. То есть, когда цена находится в хаотичном состоянии, ничего не происходит. Мы не можем спрогнозировать, куда она пойдет. Вниз или вверх. Потому что мы работаем только с вероятностью. Может пойти вниз сюда, тут сбор ликвидности произвести. Может пойти вверх, произвести здесь сбор ликвидности. То есть, если, например, вы бы зашли здесь и цена пошла вниз, то, соответственно, у вас уже есть преимущество. То есть, вы можете поставить стоп без убыток. Вот эти точки, они дают возможность грамотно определить стоп-лосс и увидеть реакцию и поучаствовать в движении к балансу. Всем хорошего дня. Пока.